Привет всем, кто любит прогуляться по покинутым людьми местам. Сегодня мы отправимся в дальние уголки нашей области и зайдем в две умирающие деревни, потерянные где-то среди бесконечных лесов. Для наглядности я создал маленькую схему, чтобы было понятно, как происходили наши приключения. Перед нами была дорога, вдоль которой было несколько деревень. Тут мы начинали наш маршрут, а до этой деревни нужно было дойти. Расстояние составляло 7 километров в одну сторону. Посередине была еще одна деревня, куда хотелось заглянуть, но располагалась она за рекой, и за один день мы бы все не успели. Поэтому в первый день мы дошли до последней деревни и посмотрели, что там. Забегая наперед, скажу сразу, что большую часть домов там заняли охотники под свои нужды. В первых трех деревнях все еще жили люди, а многие деревни уже окончательно исчезли. Но в деревне за рекой все еще оставались дома. И лишь один раз мне удалось долететь до нее на квадрокоптере. Постоянно терялась связь, как будто рядом есть какая-то антенна, которая создает помехи. Но вокруг был лишь только бескрайний лес. Кстати, сейчас вы как раз и видите ту единственную удачную попытку, когда мне удалось до нее долететь. Стало понятно, что туда тоже нужно сходить, но уже в следующий раз. И наше сегодняшнее видео мы начнем именно с этой деревни, так как она показалась мне более интересной. После мы уехали домой и вернулись туда уже через неделю. Так что мы начинаем снова наше приключение. Мы где-то посреди леса. Впереди река, о глубине которой мы можем только догадываться. За рекой дома, в которые хочется заглянуть. Ни одна дорога в деревню уже давно не ведет. Ну что же, давайте начинать. Итак, прошла неделя. И мы решили все-таки посетить эту деревню и посмотреть, что от нее осталось. Очень интересное место. 4-5 домов с хорошими крышами. Очень много развалившихся. И хочется посмотреть, что осталось внутри. Возможно, конечно, там полная пустота. Но мы должны это проверить. Странность этого места заключается в том, что тут квадрокоптер постоянно теряет связь. Хотя рядом, казалось бы, совершенно ничего нет. Никаких вышек, которые бы мешали сигналу. Мы находимся в полной глуши лесов. Но, тем не менее, что-то здесь мешает. В данный момент пробираемся к реке. Хотим найти бобринную плотину, которую я сфотографировал с квадрокоптера. С шестой попытки облетев эту деревню. И, теоретически, около этой плотины мы сможем перейти реку. Я, как понимаю, в обычные года, когда нет жары, когда постоянно идут у нас дожди, скорее всего, это место, где мы стоим, затоплено. И эта река очень широкая. Просто так ее было бы не перейти. Но, благодаря тому, что в этом году у нас стоит аномальная жара, очень мало дождей, есть вероятность, что по небольшим островкам мы сейчас перейдем реку. И уже на горе у нас непосредственно располагается деревня. Ну что же, преодолеваем потихонечку вот эту реку. Пошли сегодня в резиновых сапогах с Олесей. Плюс 30. Да, на улице плюс 30. Итак, ребята, вот так вот выглядит первый домик. Окна на месте, дверь на распашку. Ржавый фонарь освещения. Дальше дом разобран наполовину. И как это в очередной раз кажется не фантастически, но тут есть номерки на домах. Вот смотрите, вокруг дома все очень сильно заросло. Растет борщевик. Какие-то остатки забора. И вот он, номерок. Домик номер один. Давайте заглянем, посмотрим, что осталось внутри. Крыльцо очень сильно развалилось. Вот такое вот зрелище внутри дома. Печь завалилась. Пол тоже очень сильно провалился. Никакого доверия он тут, естественно, не вызывает. И вот такая картина внутри дома. Все разграблено и вытащено. Ни фотографий, ни календарей. Итак, ребят, нашел очень странную бумагу. Из Румынии. Какой-то диплом. Что-то здесь раньше было заполнено, но в данный момент абсолютно все выцвело. Что за диплом из Румынии здесь находится. И как он попал в эту деревню, можно лишь только догадываться. Пойдемте в следующие дома. Посмотрим, в каком они состоянии. Ну что же, домик номер один оказался абсолютно пустым. Все потихонечку разваливается. Еще годика два-три. И я думаю, большая часть потолков в этих домах окончательно рухнет. Немаленькая деревня была в прошлом. Как мы видим, по большому количеству руин. Яблоня. Кто-то тут разбирает дома. Это очень странно на самом деле. Может, один из домиков заняли охотники. Разбирают дома на дрова. Кому еще в голову взбредет в такой глуши. Ездить, разбирать дома. Наличники уцелели. Еще один домик, у которого уже даже нет окон, к сожалению. Но, как мы видим, есть номерок. Крыша крепкая, но, скорее всего, внутри, конечно же, полная пустота. И вот такой вот домик очень сильно завалился набок. Опять же, крыша все еще хорошая. Окна вроде как на месте. И также имеется номерок. Дом номер 8. И дом номер 5. Разваливающиеся сараи вокруг домов стоят. Очень много птиц. Возможно, людей тут не было в этой деревне уже несколько лет. Где-то внутри у них могут быть гнезда. Поэтому птицы разволновались. Итак, залез вовнутрь дома через окно. На окошке стоит чайник. Висит церковный календарь 99-го года. И тут у нас находятся страховки. Лежат на столике. Видимо, когда-то хозяева этого дома страховали свой дом. 2002-го года. Эти документы. По крайней мере, в начале 2000-х, видимо, люди сюда все еще ездили. Видно, что мародеры абсолютно все разрушили. Разломали печь. Вскрыли полы. А во второй комнате у нас, я вижу, есть фотографии. Непонятно, почему их не забрали. Может быть, хозяйка дома умерла. И забирать их было уже совершенно некому. Я удивлен, что они по-прежнему висят на стенах. Люди из другой эпохи. Каким-то чудом лишь уцелели. После того, как мародеры... Эти фотографии уцелели. После того, как мародеры сняли все полы. Все здесь раскурочили, разломали. Все перевернули. Но каким-то лишь чудом не тронули фотографии. Вон, по-моему, еще одна фотка лежит. Гнездо. Не знаю, есть там сейчас кто-то или нет. Абсолютно непонятно. Ну что же, давайте посмотрим на бывших жильцов этого дома. Явно этим фотографиям осталось недолго. Половина уже намокла. Крыша, я думаю, понемножечку протекает. С каждым годом все больше и больше. И вот они, еще молодые. Какая-то парочка годов из 50-х, 60-х. Кто когда-то или купил, или построил этот дом. И ездил сюда долгие годы. Открытки, которые были написаны жильцам. Дорогие, родные. Степа, Маруся, Коля и Женя. Поздравляем вас с наступающим 1980-м годом. Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в работе. Дорогая Нина, поздравляем тебя с Новым годом. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего. А ведь когда-то эти открытки сюда явно доставлял почтальон. Видимо, женщина здесь жила круглый год. И, судя по всему, по инерции, после развала Советского Союза жила тут вплоть до начала 2000-х. Не хотела бросать свой дом. Фотография какого-то класса. Может быть, класса в деревенской школе. Одна учительница и множество детей. К сожалению, неизвестно, какого года фотография. Видимо, два брата. Возможно, сыновья этой самой женщины-хозяйки дома. Да, грустно, конечно, что рано или поздно любой заброшенный дом превратится вот примерно в такое же зрелище. А ведь это был чей-то дом. Кто-то здесь провел всю жизнь. Возможно, кто-то даже тут родился. А теперь повсюду лежат фотографии, раскиданные покрывающейся пылью. Вот, например, под слоем паутины лежит фотография. Очередное гнездо. И вот еще парочка фотографий. Итак, собрал еще несколько фотографий, которые просто-напросто лежали на земле. Перешел в следующую комнату. Здесь каким-то чудом уцелел пол. Опять же, повсюду лежат фотографии. Видимо, когда дом бросили, он был в неплохом состоянии. И фотографий здесь было огромное количество. Никто ничего не забирал. Лежат старые газеты на полу. Опять же, которые когда-то жители выписывали в свою деревню. Им сюда их приносил почтальон. Газета «Правда». Газета «Сельская жизнь». Факторы роста плодородия. Девятое февраля 88-го года. Как колхоз зарабатывает миллионы. Победы в космосе. Триумф партии и народа. Сельская жизнь. 23 июня 63-го года. Встреча космонавтов. Валентины Терешковой. И дальше непонятно. На Внуковском аэродроме. 22 июня 63-го года. Торжественный кортеж следует по Ленинскому проспекту, направляясь на Красную площадь. Две чайки едут. Их сопровождают советские мотоциклы. Речь товарища Хрущева. Множество людей приветствуют его. Видимо, весь выпуск газеты посвящен этому событию. Под одним из видео, помню, появился комментарий, чтобы я делал обзоры на всякие бутылки. В том числе и водочные. Я не знаю, что за интерес у людей. Может, какая-то ностальгия. Кто-то хочет вспомнить, что раньше продавалось. Или просто из интереса. Увидеть что-то новенькое. Ну, давайте посмотрим вот эти вот пыльные бутылки. Что-нибудь необычное найдем. Водка. Встреча. Череповецкий ликероводочный завод. Очень романтично. Просто невероятно. Конвертик с розами. Шок. Полтинник. Золотое кольцо. Водка Выборова. Сделано в Польше. Вот такое вот зрелище на чердаке. Многие часто просят снимать чердаки, но на большей их части полнейшая пустота. Ну что же, продолжим наше небольшое путешествие по этой вымершей деревне. И давайте отправимся в домик номер 8. Заглянем, посмотрим. Вдруг внутри еще хоть что-нибудь осталось. Печь на месте. Лежит холодильник. И вот такое вот разрушенное крыльцо. Лежат санки, которые опять же нам говорят, что здесь жили и зимой. Они только приезжали как на дачу. И вот такой вот вход в дом. Видно, что все перевернуто. Дом начинает разваливаться. По крайней мере, тут еще сохранился пол, что для данной деревни уже является достижением. Опять же, выбили окно мародеры, что-то выкидывали на улицу, разобрали печь, как мы видим, и все внутри раскидали и разбросали. ЛДПР, 20 лет. Чем-то он на Соловьева похож на этом постере. Рядом висит календарик 2011 года. То есть, 10 лет назад, по крайней мере, в этом доме все еще кто-то жил. Какого года плакат с ЛДПР, не очень понятно. Конечно, логически можно представить, узнать, в каком году образовалась партия, прибавить 20 лет, но такими сведениями про ЛДПР я не обладаю. Вот такая вот странная, какая-то немножко депрессивная, как для меня картина черно-белая. Зимний пейзаж леса. Но, если честно, больше похоже на какую-то цветокоррекцию из ужасов. Итак, смотрите, лежит фотография. Возможно, сделана где-то в близлежащем колхозе, где работали жители этой соседних деревень. Сейчас, естественно, его уже не существует. Двое детей, мужичок, женщины. Какой-то рабочий день из прошлого. Грамота Борисоглебский районный комитет ВЛКСМ награждает Титова Михаила, учащегося профессионального технического училища номер 5, за активное участие в жизни училища. 26 июня 1966 года. Ну что же, вот такую вот очередную вымершую деревню мы сегодня с вами посетили. Хоть осталось от нее совсем немного, но тем не менее, я рад, что мы сюда зашли и лично посмотрели, что осталось от этого места. Мы с Олесей возвращаемся обратно, но видео на этом не заканчивается. Сейчас мы переместимся на неделю назад, и я покажу вам, как выглядит следующая деревня, которая находится дальше по дороге, в двух километрах от этой деревни. Не знаю, как правильно ее назвать, вымершая она или нет. Все дома там захватили пчеловоды и охотники. Но, тем не менее, возможно, вам будет интересно посмотреть на этот населенный пункт. Ну что же, давайте вернемся на неделю назад в прошлое и посмотрим, как выглядит следующая деревня. Итак, прошли около 6 километров. Остается совсем немного, метров 500 до деревни. Тут лежат свежеспиленные бревна, лесовозы едут куда-то дальше, там пилят бревна, тут складируют, и совсем рядом находится деревня, куда мы сейчас идем. Даже сложно поверить, что когда-то здесь ездили люди, возили почту, рождались дети. Сейчас это кажется просто какими-то недосягаемыми дебрями. Итак, ребят, первый домик. Я удивлен, но тут есть номерки. Протоптана тропинка. Вроде как окна на месте, какие-то занавесочки, даже антенна все еще есть. Пол выглядит ненадежно. Кое-где, смотрите, даже провалился. Как-то, если честно, не очень это похоже на дачу, чтобы кто-то ездил сюда отдыхать. Печь разваливается. Это выглядит скоро весь пол провалится. Но тут есть электрические чайники, статуэтка, туалетная бумага. Вот такая вот статуэтка с медведем. Написана «Память о Ярославле». Все покрыто грязью. Счетчика, кстати говоря, нет. Вот такой вот странный домик. Календарь 87-го года. Домик с проваливающимся полом и с новым замком, но при этом с выломанной дверью. Возможно, охотники иногда используют это место для ночевки. Вряд ли тут кто-то до сих пор живет. Для любителей старинной мебели, смотрите, какие ножки у стола. Возможно, самодельные. Когда-то жители деревни их тут делали сами. Такая вот красота. Эксклюзив. Итак, ребят, смотрите, сколько ульев. То есть деревню кто-то использует. Вот в таких вот целях разводит тут пчел, добывает мед. И следующий домик номер один выглядит у нас вот так вот. Все заколочено. Может быть, пасечник использует его как свою базу. Опять же, смотрите, провода проходят через деревню и даже подходят к этому дому. Абсолютно все заколочено. Итак, я зашел в дом с заколоченными окнами. Двери открыты. Абсолютно свободный доступ. Остатки мебели. Стоит буржуйка. Странно, что, конечно, ее никто не украл. Может быть, конечно, человек использует первый дом, куда мы заходили. А не этот. Мебель, кстати говоря, не самая старая. Ковер лежит. В принципе, в доме ничего больше не осталось. Здесь счетчик снят. Никаких личных вещей, календарей. Но, смотрите, стоят парочка кружек. Пепельница. Очень странное место. Ладно, пойдемте дальше по деревне, посмотрим, что находится в следующих домах. Эти дома явно кто-то использует. Но уже давно не для жизни. Деревня потихонечку зарастает борщевиком. И вот у нас виднеется еще один домик. По-прежнему даже лампочка целая. Провода уходят куда-то дальше. Значит, там еще должны быть дома. Сейчас подойдем к этому дому. Удивительно, конечно, что в такой глуши есть номерки на домах. Это не перестает удивлять. К счастью, борщевиком все заросло еще не слишком сильно. можно спокойно через него проходить. Окно выломано. Вот такой вот скромненький домик. ни наличников, ничего-то интересного снаружи нет. Вот такая вот картина внутри дома. Лежит кукла. Пол вообще не вызывает никакого доверия, потому что смотрите, насколько он прогнил. Кто-то вынул из рамки фотографию. Вот так вот выглядела бывшая жительница этого дома. Не знаю, остались ли тут еще фотографии. Давайте попробуем пройти в основную комнату. Пол выглядит абсолютно везде ненадежно. Видимо, крыша давно течет. Но сейчас попробуем заглянуть. А внутри комнаты, как мы видим, уже и смотреть-то не на что. Печь разобрана, полы вскрыты. И, как мы видим, лишь только полная пустота. Календарик 92-го года. Вот собственно и все, что осталось в доме. Итак, продвигаемся дальше по деревне. Виднеются еще три дома. Все вокруг заросло, вся дорога намертво заросла. Домик номер семь. Смотрите, даже антенна все еще на месте. Но окно уже выломано. Итак, ребят, я в следующем доме. Видимо, тут ночуют охотники. Дом открыт. Смотрите, какой обогреватель. Мыши ползают где-то под кроватью. Смотрите, вокруг кровати. Множество DVD-дисков, телевизор стоит. В доме есть электричество. Вряд ли это чья-то дача. Скорее всего, охотники используют для ночевки. То есть, всю деревню прямо кто-то оккупировал. В одной части пасека, в другой части охотники. посуда, электрический чайник, диван. Тут еще одна кровать. И там есть электричество. То есть, счетчик горит, счетчик какой-то полусамодельный. Скорее всего, оккупировали дом охотники и используют это место для своих ночевок. но печка у них конечно выглядит очень внушительно. Присоединена к обычной печи. Вот такие базы охотников встречаются в подобных местах время от времени. Смотрите, рядом баня зарастающая. Наверняка охотники тоже ее используют. Тазик лежит, лавочка. Дальше идет еще разрушенный дом. И вот так вот этот дом, где мы только что с вами были, выглядит снаружи. Все окна зачем-то заделаны пленкой. Дверь, как вы видите, выломана. Висит строительная каска. Крыша потихонечку разваливается. И здесь у нас примятая трава. Рядом колодец. Возможно, его до сих пор используют. Еще практически рухнувший дом. Домик номер 11. Раньше, видимо, была большая деревня, сейчас большая часть домов просто-напросто уже не существует. Окна заделаны пакетами. Вот так вот все это выглядит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Речка